Клапан Эту дорогу называли тропой Амосова. Каждое утро по крутому подъему от Протасова-Яра он шел в свою клинику. Там его ждали те, кто нуждался в помощи. Они приезжали со всего Советского Союза. Надеялись, верили, знали, что Амосов может спасти им жизнь, и в их груди снова будет биться здоровое сердце. В чем тайна человеческой жизни? Человек счастлив от обратной связи, от того, как его оценивают окружающие. И поэтому больные любят не того хирурга, который очень хорошо оперирует, а того, в котором они еще видят и человека, которым хочет помочь. Точное определение. Надо быть еще и хорошим человеком. Вот таким он был. В борьбе, которую ведут хирурги, умирают только больные. Но в тот момент, когда сердце останавливается в твоих руках, и жизнь, как вода, утекает между пальцами, ты готов отдать все, чтобы ее удержать, свою жизнь. Но никто не берет ее в обмен. Все-таки сердце – это самое трудное. Прежде всего больной. Остальное все потом. И это очень важно, доброе и очень внимательное отношение к пациентам. Да, он грубо иногда говорил, резко говорил, прямо говорил, но это люди запоминали, и они помнят. И, в общем-то, оно оказывалось справедливым. Папа в его врачебной профессии – это отдельная, отдельная, особая тема. Я не встречала за свою, наверное, 30-летнюю жизнь, жизнь в профессии врача, который сочетал в себе профессионализм, здравый смысл, моральность по отношению к больным. И так переживал по поводу смертей, которые случались. Он никогда не хотел быть хирургом. Мечтал строить самолеты и писать книги. Но жизнь распорядилась иначе. Именно он сделает открытие, которое помогут выжить сотням обреченных. Первым в Советском Союзе предпримет радикальные операции на легких. А затем совершит прорыв в хирургии сердца. Одним из первых в СССР создаст механическое сердце. Первым вошьет метральный клапан со створками из американской нейлоновой рубашки. 10 тысяч операций на сердце и 8 тысяч на легкие. Спасенными Амосовым людьми можно заселить целый город. Он оживлял, лечил, спасал. Пока его собственное сердце не выдержало. То, с чем к нам приходили, это две позиции – или жизнь, или смерть. И от того, как человек отдаст себя этому делу, все это на больном отразится. Хорошо, значит, больному будет хорошо. У нас каждая сестра всегда после операции, так уже мы привыкли, завели такое правило. Операции закончились, все сделали. А на завтра обязательно она сходит в палату реанимации и посмотрит, как ее больной. И вроде бы как вот… Это же нам не в обязанность было, нет. А каждая сестра знала, что нужно. Потому что так делал Николай Михайлович. Когда 14-летний Николай Амосов поступил в механический техникум, он оказался самым бедным в группе. Жил на 15 рублей в месяц. Пять платил за квартиру, на 10 питался. Покупал килограмм мяса в месяц, сахар ел в прикуску. Амосов мечтал стать великим инженером, но в медицинском институте давали отсрочку от армии. Поэтому параллельно с учебой в политехническом он поступает в медицинский. Неожиданно для самого Амосова хирургия его увлекла. Он увидел, почувствовал, понял, какие тут кипят страсти, какая идет борьба каждый день на грани жизни и смерти. Это человек необычный, оригинальный человек с оригинальным мышлением и с подходом к обычным вещам, то, к чему мы привыкли и уже не обращали внимания, а он по-новому рассматривал этот вопрос. Это свойственно, это врожденное свойство, которым обладают настоящие ученые. Они в обычном видят необычное. Вот этим и отличался Николай Михайлович от других. Свою первую операцию Амосов сделал в 1939 году. Молодой хирург удалил опухоль, жировик на шее. Но пришло время более серьезных операций. Началась война. Все силы были брошены на фронт. Хирургов, которые умели хоть как-то держать скальпель в руках, отправляли в самое пекло. Пули и осколки не выбирают, умеет хирург или не умеет, а я был главным. Война учит не только оперировать в экстремальных условиях. Она учит быть безжалостным. Ногу легче отрезать, чем оперировать. Легкие можно не оперировать вовсе, сказать, что это невозможно. Амосов оперировал. Оперировал тех, от кого отказывались другие. Первым испытанием стала деревня угольная, отрезанная снегопадом от большой дороги. В холодных хатах лежало 600 раненых. Главврач полевого госпиталя Амосов и еще четверо медиков с трудом успевали всех осматривать. Главное было не пропустить кровотечение или газовую гангрену. Не было обезболивающих средств. Не было даже электричества. Война стала для Амосова самым главным университетом. Через его руки прошло более 40 тысяч больных и раненых. Именно там, на войне, он разработал новую методику операций на легких. Спас тысячи людей. Оперируя в экстремальных ситуациях, каждый день борясь за жизнь сотен людей, Амосов стал хирургом-виртуозом. Для него работа, прежде всего, работа. А если человек уже где-то там проявил, не проявил, а в всяком случае какие-то есть титулы или еще что-то, так он, как правило, работать не будет. Потому что работать нужно было пахать. И пахать очень долго и скропулезно, и много. Они были ему неинтересны. Те, которые как-то мало проявляли интересы к работе, и к людям. И полностью все эти сочетающиеся качества, которые у него, ему хотелось видеть в каждом из тех, кто окружал его, в клинике. Здесь происходит естественный отбор. Слабые характером, слабые физически, они не выдерживали, и они отходили, как шлуха, от хирургии. Подали они становились, тот уходил в переливание крови, тот шел на исследовательскую какую-то работу, с какой-то аппаратурой. И оставались только сильные личности, сильные во всем. Но однажды Амосов сломался. Ему доставили солдата с осколочным ранением. Рана была серьезная, уже начиналась гангрена. Чтобы его спасти, надо было рискнуть, и Амосов рискнул. Решил применить новую методику, которую пробовал до этого лишь несколько раз. Разрезы с проводниковой анестезией. Начал раненому вводить навокаин, а тот, тот умер. Амосов решил, что убил пациента. Пришел домой и вколол себе убойную дозу морфия. Спас молодого хирурга, начальник госпиталя. Привез к себе промывал желудок. На следующий день при вскрытии выяснилось, что у солдата была поразительная непереносимость навокаина. Амосов был не виноват. Хирургия – это экстремальная ситуация, да? Значит, это смерти, это жизни, это неудавшиеся операции, это потеря больного и старого, и маленького. Вот эти ошибки, я так понимаю, они одна на другую налагались, и это было тяжким грузом на нем. Я говорю, он когда вспоминал, он говорит, не помню никого, кого спас, а вот всех, кого я зарезал, помню, даже голоса их помню. Лично понимали мы с мамой, и когда день не удался, с порога все это было видно, что больной умер, и он был раздражен. Мы ни в коем случае, так сказать, старались быть незаметными, не спрашивали ничего. Во время войны Амосову ассистировала Лидия Денисенко. Она стала его женой. Это был второй брак Амосова. Первый юношеский распался еще до войны. Лидия Васильевна была его операционной сестрой. Она была дочка смоленского секретаря обкома партии, и девочки эти вышли из окружения, сохранив комсомольские билеты. Это первое, что его тронуло. Что если бы их нашли у них, им просто расстреляли. А потом она у него все время, так сказать, уже после окончания войны, она поступила в мединститут и работала, в общем, скромным врачом, никогда нигде не выпячивая, что вот она жена Амосова, и так далее, и так далее. Но, насколько я знаю, отношения у них были очень хорошие. То, что даже Амосов великий хирург и человек, то я думаю, что Лидия Васильевна помогла ему сдать. Потому что без такой женщины не может, какой бы гений не был состояться, ей надо отдать. Она скромна, в тени, но она была верная, и именно истинная жена, такая великая человека. Там было согласие. Было согласие, была чудная девочка, которую они оба безумно любили. Потом внучка появилась. Хотя признался мне однажды. И он говорит, ты знаешь, у меня ведь настоящей, большей любви не было. Потому что она была как-то так вот во время войны, ну, если бы Лиды не было, была бы кто-нибудь другая, которая стала бы моей женой, там все. Но сказать, что я по безумной любви женился, этого не было. И вообще, наверное, мне в этом смысле не повезло. Хотя я счастлив, что у меня Лида и дочка там, и так далее. Но он вообще сдержанно всегда об этом говорил. В 1947 году пришло письмо из Брянска о том, что в областной больнице нужен главный хирург. Амосов не сомневался, без сожалений бросил непыльную работу в престижной столичной клинике и уехал в провинциальный Брянск. Это решение стало самым правильным в его жизни. Именно там, в Брянске, он смог применить весь уникальный опыт военного времени. В основном-то все мы специалисты узкого профиля. Если врачи, то многие даже врачи там одной болячки. Как флюс. А у папы был благодаря его интеллекту незаурядному и умению обобщать, и здравому смыслу. Потому что это тоже талант, и это тоже очень ценно. У него был вот этот редкий сплав врача, биокибернетика, общественного деятеля и философа. Ну, это вот тип, знаете, академика Павлова, Бернарда Шоу, там, Александра Суворова. Вот. Это люди, они как ртуть. Они очень быстро, из них брыжет энергия. Энергия, значит, переключаемая энергия. Значит, они имеют большую цель, они ее, как правило, достигают. В Брянске Амосов сделал сотни операций. После войны было много туберкулезников. При абсцессах, раке и туберкулезе надо было вырезать половину, а иногда и целое легкое. Вырезанные части легких хранились в бочке с формалином. Это был богатейший материал для науки. В Союзе такого не имел никто. Но именно эта бочка чуть не стала для Амосова смертельным приговором. В это время в Москве гремело дело врачей. Там арестовали группу кремлевских терапевтов-отравителей. Об этом писали во всех газетах. И вдруг Амосова обвинили в том, что он удаляет легкие здоровым людям. И как доказательство представили бочку, полную человеческих органов. Позже выяснилось, что муж одной из медсестер, следователь, захотел на Амосове сделать карьеру, разоблачить преступника-хирурга. Но 5 марта 1953 года умер Сталин. Преследовать врачей перестали. Дело Амосова дальше не пошло. Он продолжил оперировать. Пройдет совсем немного времени, и Амосов перейдет к главному делу своей жизни – операциям на сердце. В то сложное время, когда о сердечной хирургии вообще не мечтали, и на ровном месте, без предварительных, так сказать, разработок, он начал заниматься серьезно сердечной хирургией, и что, в общем-то, сама постановка этого вопроса была необычной на то время. Ничего не знали, ничего не имели. Однажды в Киев на научную конференцию по хирургии Амосов привез целый чемодан со срезами туберкулезных легких к диссертации. Ученые открыли чемодан провинциального хирурга и ахнули. Неужели все это в Брянске наделали? Вот бы в наш институт такую хирургию. Амосову тут же предложили переехать в украинскую столицу. Он согласился, но с одним условием. Амосов хотел заниматься не только туберкулезом. Его интересовал весь спектр хирургии, и в Киеве дали добро. Было, по крайней мере, пять хирургов в институте, которые оперировали не хуже, чем Амосов. Не хуже. Но когда у них не совпадало то, что они видят, открыв, допустим, грудную клетку, не совпадало с диагнозом, они терялись. Он открывал грудную клетку, видел, что там не то, и спокойно совершенно продолжал оперировать. Он столько уже этих операций сделал, что его опыта хватало на то, чтобы совершенно спокойно все это завершать. И сами ребята мне говорили, такого у нас никогда не будет. Потому что это талант, помноженный на опыт. Амосов их поселили в доме при институте. Комната 15 метров, проходная кухонька 2 метра. Было плохо, неудобно и тесно. Амосов будет бороться с бытовыми трудностями и осваивать новую специальность – анестезиологию. Ее в Союзе тогда просто не было. А потом впервые начнет оперировать синих мальчиков. Так называли детей с врожденным пороком сердца из-за синюшного вида. Сам смастерит рентгенаппарат, изобретет инструменты, сделает чертежи, найдет мастеров. Операции пройдут успешно, дети будут спасены. Мы ликовали, мальчик порозовел. Нужно быть хирургом, чтобы понять радость успешной новой операции, тем более на сердце. Когда там, то, говорит, все остальное отключается. Ты только там. Ты видишь вот только перед тобой. Вот перед тобой живое сердце, которое сейчас остановится. Нельзя этого допускать. И тут забываешь, никакой философии нет. Только одна мысль – спасти. Спасти вот этого человека. Ну, отсюда и родилось его вот это выражение. Он говорит, что я понял, что должно быть самое главное. Ты должен всегда помнить, что вот перед тобой лежит самый дорогой для тебя человек. Вот тогда это даст тебе возможность не допустить ошибку и в то же время использовать последний шанс больного. Октябрь 1957 года. Амосов отправляется в Мексику на конгресс хирургов. Утром того дня объявили – в космос запущен первый советский спутник. Советскую делегацию распирала гордость. Они первые в мире, они лучшие. Советская родина впереди планеты всей. Но триумфальные настроения сменились чувством стыда, когда делегация Советского Союза оказалась на выставке зарубежной медицинской аппаратуры. В СССР о таком могли только мечтать. Амосов был поражен. Как же наши медики бедны. В кармане у него было 20 командировочных долларов. Три из них он потратит на вельветовые капиталистические брюки дочки Кати, а оставшиеся 17 на отечественную науку. Самым важным событием поездки в Мексику была операция с аппаратом искусственного кровообращения. Грудь вскрыли поперечным разрезом, выделили сердце, ввели гепарин и присоединили аппарат. Пустили насос. Искусственное кровообращение началось. Хирург удачно сказал, что это уже 30-е. Вот тебе и Мексика. Амосов был потрясен. Он решил добыть аппарат искусственного кровообращения и начать оперировать. Вот только как. Денег на покупку аппарата не было, но в кармане лежали целых 17 долларов. И Амосов решил, аппарат нужно сделать самим. Конструкция для него была совсем несложной. На оставшиеся доллары советский хирург купил в мексиканской аптеке трубки и гепарин против свертываемости крови. С этим и поехал домой. В Киеве сразу засел за эскиз. За неделю сделал чертеж. Через два месяца аппарат был готов. Эксперименты проводились. И очень много было экспериментов. Он же создал самую мощную в то время в Советском Союзе лабораторию физиологии и кровообращения. И комплекс сердца легкий, он настолько отработал все виды. И потом это все экстраполировал уже на операционном поле. Тем не менее, это было очень сложно. Он очень переживал и не терпел его непонимания. Нужно было понимать и идти за его мыслью. В конце 58-го года Амосов рискнул попробовать. Он ждал пациента в критической ситуации, когда останавливается сердце, чтобы попытаться оживить. Дождался. Случилось несчастье. Первого пациента оживить не смогли. Второй случай тоже оказался неудачным. Только третий больной перенес операцию. Его звали Коля Кравчук. Из тех, кого подключали к аппарату искусственного кровообращения, в первый год умерло 5, а спасли 50. Это был очень хороший результат. Это была победа. С ним было очень интересно на операции. Когда с ним стоишь на операции, выходишь, ты чувствуешь, что ты что-то такое сделал. Ты летишь на крыльях, потому что, знаете, даже невозможно передать. Какая бы тяжелая операция ни была, вылетал и делился с другими операционными сестрами каждое его слово, каждое предложение. То, что сказала Амосова во время операции. Понимаете? Потому что это был Амос. Дочь Николая Мосова Катя с детства знала, после 10 часов вечера занимать телефон нельзя. Это время Че. В эти часы папе звонил дежурный хирург. Он докладывал, как чувствуют себя прооперированные пациенты. Человек, который никогда не отдыхал, он просто, он считал, что отдыхи, отпуски и все это, как это можно бесцельно провести время? Как это можно делать себе такую жизнь, не отдавая себя делу? Это был очень жесткий, не жестокий, а жесткий человек в обращении. Очень прямолинейный, конкретный, а самое главное, требующий знания и немедленного действия. Он не любил ждать. Терпеть не мог лжецов. Очень снисходительно относился к молодежи. И если что-нибудь у молодежи не ладилось, ну, какие-то мелкие погрешности или ошибки даже, то он распекал в основном не молодого человека, молодого врача, а распекал тот, кто с ним работал, более старшего. То есть доставалось больше им за нас, за молодежь. Кровь очень своенравная и непослушная субстанция. Кровь проходит через сосуды, сворачивается или не сворачивается. В Соединенных Штатах, где в 62-м году проходил медицинский конгресс, Амосов увидел искусственный сердечный клапан. Пластиковая полусфера, которая пропускала кровь. В тех же Штатах он купил себе модную белую нейлоновую рубашку. Из вырезанного куска ткани смастерил створки метрального клапана. Кровь проходила через него и не сворачивалась. Это был исторический момент. Впервые в Союзе он вшил такой клапан больному. Спустя три года Амосов создал и первым в мире стал использовать искусственные клапаны с покрытием. Теперь в его клинике делали 2500 операций в год. Хирургия не токарная и не швейное производство, ворчали завистники. Но Амосов не останавливался. Делал по 6 операций в неделю. Во время операции это было грандиозно. Он так матерился. Грандиозно совершенно матерился. И мог стукнуть и ударить там что угодно. Обходы Амосова называли королевской охотой. По словам врачей, таких жестоких публичных порок за смертью пациентов нигде больше не было. Все отчеты проводились публично. За халтуру он отчитывал так, чтобы неповадно было никому и никогда. В клинике говорили, Амосова надо не видеть, а слышать. Получали и по рукам, и зажимами, и крючками, и кричал, и ногами бил под столом. Но ему все прощали, потому что это был всплеск эмоций. Действительно, это была такая трагическая какая-то обстановка. Если он кричал, то это был крик души. Это было кровотечение. Это не то, что кто-то где-то неправильно что-то сделал. Это ему было больно, и он страдал вместе с пациентом, которого оперировал. Хирургия стала для Амосова самой большой страстью, но и самым большим испытанием. Смерть каждого пациента он переживал очень тяжело. Несколько раз Амосов собирался бросать практику. А после операции он был сникший, он не разговаривал. Он просто садился, у него такой был любимый стульчик, на котором он любил сидеть. Он садился и молча о чем-то думал, анализировал. Долго сидел молча. В 80-х годах у Амосова был душевный кризис. Умерло много больных. Тогда он объявил, что бросает хирургию. Он так и не смог простить себе смерти двух девушек. Они погибли в камере для больных с кислородным голоданием. Взрыв произошел от искры в атмосфере кислорода. Амосов считал, что виноват не завод-изготовитель, а он. Потому что допустил, не предвидел, потому что не спас. Есть, конечно, еще выход. Чистая наука. Как хорошо в лабораториях. Сиди, придумывай. Собачек, правда, тоже жалко, но куда меньше. Матери бы ко мне не приходили. Я ученый. А вы что понимаете в теории и практике? Вам бы только резать. Но он вернулся в хирургию. Работал с самыми тяжелыми случаями. За одну операцию терял до двух килограмм. Говорил, что каждого пациента нужно оперировать, как своего сына, брата или мать. Жить все-таки можно. Вчера две операции, пять часов напряжения. Ощущение могу. Бегом с горы домой. Солнце. Последние осенние краски в ботаническом саду. Чем тебе не жизнь, Амосов? Может быть, она никогда не кончится? Это философия хирургии. Там главная мысль о том, что он говорит, что да, конечно, старый хирург он опытный. Он никогда не ошибется. Но в то же время это плохо, потому что он не будет рисковать. Он не использует последний шанс больного. Дорогие товарищи, прошу вас не готовить для меня подарки. Мне бесконечно дорого ваше внимание, дороже всяких подарков. Не нужно даже цветов. Амосов. Это объявление Амосов написал и повесил на пропускном пункте. Его заваривали цветами, дорогими коньяками и деньгами. Все это он сразу отдавал обратно. А если не хотели брать, выбрасывал в окно, чем очень веселил медперсонал. Он надеялся, что объявление поможет, но оно исчезло. Амосов написал еще одно, пропало и оно. Оказалось, что листки с подписью Амосова уносили больные, как сувенир, на память. Новое объявление повесили за стекло в рамочку. Да, эта табличка висела лет 20. Висела лет 20. При последнем ремонте сняли и почему-то не повесили снова. Когда его спрашивали, как вы живете, богаты вы или нет, он говорит, ну, особо бедным я никогда не был, и особо богатым тоже никогда. Но мне всегда хватало. Этой фразой тоже никогда ничего не просим. Сами придут и сами предложат. И это было. И это было. И это вообще супер правильно. Я тоже стараюсь этим руководствоваться. Амосов любой подарок считал своего рода покупкой. Он грозно говорил родственникам, если не уберете купюры, сейчас же выпишу вашего больного. Действовало. Единственное подношение, которое он принял, была анонимная посылка с салом. И он говорит, ты знаешь, я даже уграничил стоимость цветов пятью рублями. А то иногда идиоты принесут такой букет. Лучше бы коньяк принесли. Амосов был аскетом. Во всем себя ограничивал. Мало ел. Сам себе готовил. За долгие годы работы легендарный хирург не накопил никаких богатств. Первую в их жизни квартиру с отдельным туалетом и душем Амосов им дал институт. Красивую мебель купили, когда дочь Катя уже ходила в школу. Лишние вещи Амосова тяготили. Машину он продал еще в 60-е, чтобы ходить пешком. Модное пальто, подарок Михаила Воронина, носил всего раз. В нем было неудобно ходить на большое расстояние. А когда в 90-е годы прошлого века у всех сгорели сбережения, в семье выдающегося хирурга к этому отнеслись очень спокойно. Сгорать было нечему. И вот однажды в газете, я путаю, может, Комсомольская правда, появилась статья хабаровских хирургов. Брали, берем и будем брать. И Амосова попросили сделать интервью, а рецензию написать на эту статью. Он сначала взялся, а потом он мне это говорил, я помню хорошо. Потом я подумал, а кого я хочу улечить своих же коллег-хирургам, у которых, может быть, даже на молоко нет денег. Поэтому он отказался писать об этом. И я помню еще даже период, когда с его третьего этажа в окно летели вазы, которые ему там дарили. Значит, так что в клумбу там внизу. Однажды Амосов оперировал важного пациента, родственницу первого секретаря Центрального комитета Компартии Украины Владимира Щербицкого. В клинику пришла жена Щербицкого и ужаснулась. В самом престижном институте, где делали сложнейшие, жизненно важные операции, царила нищета. Помещение маленькое, стены облезлые. На следующий день Амосова вызвал сам Щербицкий. «Вам нужен новый корпус?» – спросил он. «Деньги есть? Проект есть? Проекта и денег не было». Щербицкий снял телефонную трубку и отдал приказ. Так у клиники появилось новое помещение. Ну, выбор выбран четыре раза, там, Верховный Совет еще в СССР. Я был его доверенным лицом. И я ездил с ним на всевозможные встречи с народом. Я видел, ну, они смотрели на него, как на мессию. И насколько он стеснялся своей знаменитости, если можно так выразиться. Понимаете, он не щеголял ею и старался как бы оставаться в тени. Он знал себе цену, но никогда не спекулировал на ней. Будучи всемирно известным, Амосов поехал на национальную кибернетическую конференцию по искусственному интеллекту в США. Уже на открытии американцы поняли, что легендарный врач, кибернетики, депутат – одно лицо. Конечно, Амосов постеснялся сказать, что в кармане у него всего 10 долларов. Ровно столько выделили на поездку в Москве в Академии наук. Он даже не смог купить подарок дочке. А американцы не догадались предложить советскому сенатору суточное. Вдруг он бы обиделся. Он очень уставал, когда начал работать на сессии Верховного Совета. Вот он сказал. Первое, он сказал, ты представляешь, Горбачев верит в социализм. Это было очень трогательно. И очень смешно, потому что он ведь великий социолог был. Когда уже много лет спустя, уже лет 14 было в Украине, лет 13, я его спросил, Николай Михайлович, как вы считаете, что впереди? Он сказал страшную фразу. Он сказал, в обозримом будущем я в эту страну не верю. Почему он так сказал? Видно, у него были основания. Самым уникальным в папе была его моральная планка для себя и для общества в определенной степени. И мне кажется, что именно поэтому вот еще осталась о нем память, как о образце, пожалуй, моральности, то, чего сейчас сильно не хватает. Николай Михайлович, мол, вы так, мол, вот к санитаркам хорошо относитесь, а он говорит, да ведь вас врачей поставь, сегодня одного, завтра поставишь другого. А санитарка уйдет, так попробуй, тут все потечет и так повалится, что не будешь знать, куда деваться. То есть никто не наклонится, никто не сделает то, что сделает нянечка. И каждого оценил по его достоинству. Не потому, что он тот выше рангом или ниже рангом. Вот то, что он был очень справедливый, и если, не дай бог, когда, я же говорю кому-то это, он придет и извинится. И смотрит на свою корону. И спрашивает меня, ты давно стояла на этой операции? Я говорю, давно. Он говорит, ну хорошо, конечно. Ты давно? Да я давно. Вот мы с тобой и прооперируем. Давай ту сестру, которая каждый день. Я говорю, я не уйду с операционной. Я уже помылась на операцию, я буду стоять. Конечно, я простояла, а инструментировали мы молча, потому что мы видели каждое движение, мы знали, что ему в данный момент нужно на операции. И поэтому, когда уже закончилась операция, я села и заплакала. И сказала, больше я само самостоять не буду, он меня обидел. Значит, он ушел, закончилась операция, ушел домой, и утром приходит и кричит. Люся, а где Люся? В общем, а я там дежурила в операционной, и в итоге он нашел меня и говорит, ты знаешь, я всю ночь думал, чем же я тебя обидел? А потом я понял, прости меня старого. Как можно не простить? Жизнь Амосова была наполнена до краев. Конференции, съезды, поездки, командировки. Диссертации, доклады, лекции. Но превыше всего были два дела операции, которые никогда не откладывались, и дочка Катя. Шутян называл свое позднее чадо экспериментальным ребенком. Катя появилась на свет, когда Николаю Михайловичу было 43 года. У 35-летней жены Лидии были проблемы со здоровьем. Любовь к дочери станет самым сильным чувством жизни Амосова. А он будет для нее самым главным учителем. Спитание папы, конечно, было. Это вот мой счастливый лотерейный билет. Сыграл роль. Причем я даже не могу сказать, что он воспитывал лекциями. Я помню, как папа меня учил читать. Он просыпался рано, и до работы я почему-то просыпалась рано. И я к папе приходила утром, и мы с ним садились утром, и он меня учил читать. И он со мной читал, и научил меня читать. Это было лет в пять. Он, конечно, был невероятно и нежен, и жесток в семье. Он пришел как-то ко мне и говорит, детей надо лупить, розгами хлистать. Я говорю, в чем дело, Николай Михайлович, что случилось? Катька бросила институт. Она, видно, переутомилась. Она в седьмом классе закончила школу. В седьмом классе. Поступила в институт, и на первом курсе, видно, усталость. Это сказала, она бросила первый курс. Ну, потом она поступила, блестяще все закончила, все было нормально. Но эта минутная слабость была очень смешной. Наступал новый день, и Амосов снова взбирался на Батыеву гору. Во время этого утреннего ритуала никто из коллег не беспокоил профессора. Он всегда был занят своими мыслями. Но главное, никто, даже из молодых коллег, не мог его догнать. Пройдитесь по улице Большого города. Вы встретите людей, которые шаркают подошвами по асфальту, дышат с трудом ожиревшие, глаза потухли, в страхе дрожат перед страданиями и смертью. Да тот ли человек покорил космос, создал сонаты Бетховена? Они носят болезнь как драгоценность, как оправдание всех своих неудач в жизни. Очень неприятные типы. Амосов ежедневно ходил, бегал, увеличивал силовые тренировки и занимался йогой. Однажды сотрудник принес ему домой историю болезни и вынужден был встать перед хирургом на колени. Профессор стоял в позе йоги на голове и переворачиваться не собирался. Еще в 40 лет, когда рентген показал изменения в позвонках у Амосова, он разработал гимнастику. 10 упражнений, каждое по 100 движений. Потом к гимнастике добавились утренние пробежки. Систему движений он дополнял ограничениями в еде. Вес держал 54 килограмма. Это и был режим ограничений и нагрузок, который получил широкую известность. Амосов считал, что есть нужно очень мало, а двигаться очень много. В этом случае современный человек может расходовать ресурс, заложенный в него природой. И только тогда в его груди будет биться крепкое, тренированное сердце. Только тогда он сможет прожить долгую счастливую жизнь без хирургических вмешательств. Мне иногда все-таки кажется, что он был верующим. Что вот он, как он называл, я верю в высший разум. Ну а что такое высший разум? Господь Бог. Ему и хотелось в это поверить. И вот была там одна запись, что вот все-таки вот он путем размышлений, что вот как появилась вот эта вся сложность жизни живых и неживых форм, которые нас окружают, что объяснение научного, как это все появилось, которое бы удовлетворяло полностью, нет. И вот на один день, судя по дневниковым записям, он поверил в Бога. Но потом он это отверг. Но никогда он об этом не говорил. Вот так вот, что я верю, не верю. Это вообще тема никогда как бы табу была, не затрагивалась. Но он говорил, что вера нужна. Вера нужна очень многим людям. И нельзя преследовать веру. Вера у многих людей это единственная надежда. И поэтому я говорю, категорически против того, чтобы запрещать веру в Бога. Он заметил старость, когда перестал оперировать. Это было в 1992 году. Николаю Амосову исполнилось 79 лет. И он решил, что в таком возрасте негоже оперировать сердце. Еще раньше отказался от директорства. Теперь всех дел в институте хватало на один день в неделю. И у Амосова созрел новый дерзкий план. Всесилу он направит на смелый эксперимент. Бросит вызов старости. Старение запрограммировано в генах. От него уменьшается функция всех органов. Когда человек перестает работать, он дотренируется. Функция еще снижается. И это еще ускоряет старение. Чтобы разорвать этот порочный круг, нужно заставлять себя сильно увеличить физическую нагрузку. Через физкультуру я предполагал остановить старение. Так родился эксперимент. Все верили, что у него получится. Ведь Амосов мог все. Спасти человека. Написать книгу, шить костюм, отремонтировать часы. Друзья и близкие надеялись. Его мечта осуществится. Но Николай Амосов, который спас сердца тысячи людей, забыл о самом главном, собственном сердце. В 75 лет, чтобы спасти жизнь врача, ему поставили кардиостимулятор на батарейках. Но через год активной жизни сердечный стимулятор отказал. Его заменили на новый. В ответ на просьбы поберечь себя Академик Амосов увеличил нагрузки в три раза. Он недооценил свою собственную проблему со здоровьем. Тяжесть своего порока сердца, который у него сформировался. Он это недооценил, потому что не был, скажем, он был оптимистом, в общем. После интенсивных занятий у Амосова появились отдышка и стенокардия. Амосов понимал, у него развивается прогрессирующий порог сердца. Врач отказался от бега и гантелей. А в начале 98-го года состояние его здоровья настолько ухудшилось, что он с трудом мог ходить. Все шло так хорошо, и тут инфаркт. Еле дополз до дивана. Догнала-таки проклятая спина. Боли в сердце не чувствовал, только пульс аритмичный. Потом появился сильный кашель. Амосов знал, нужно заменить аортальный клапан и, наверное, наложить шунты на коронарные артерии. Но таких операций ни в его институте, ни в Москве, да еще в возрасте после 80-ти не делали. Надеяться было практически не на что. Как раз в этот период его ученик, один из хирургов Амосовской клиники, вернулся из командировки в Германию и рассказал о немецком профессоре Керфере, который оперировал пациентов любого возраста. Показатели смертности были очень низкие, до 3%. Весной того же года Николая Амосова прооперировали. В больнице он провел 10 дней. Все это время переосмысливал эксперимент. Неужели он ошибался? В чем ошибка? Диагностика? Слишком большие нагрузки? То, что вовремя не смог остановиться? Неужели геронтологи были правы? Старость преодолеть нельзя? Через год после этого он написал книгу «Эксперимент окончен». Последний раз коллеги видели Николая Михайловича в Октябрьской больнице. Потерял в весе килограммов 10, и было видно, что он угасал. Но голова оставалась такой же светлой. Они поговорили, как обычно, о пациентах, об операциях и расстались. А через несколько часов его не стало. Он значил действительно очень много. Не потому, что, так сказать, он директор института, и пробивал все, и все делал. Не в этом дело. Он был просто, как вам сказать, самое главное даже не в том было, что он был великий хирург. Он был духовным началом всех своих молодых ребят. Основа – это то, что залазил в наш шеф. Это, будем говорить, внимательное, чуткое отношение к людям. К людям вообще. Искреннее, значит, самоотношение, сострадательное, искреннее отношение к больным. Ну и, конечно, к самому себе. И никто не имел никаких ни обид, ни претензий, потому что это была команда единомышленников, которые его понимали, и которые понимали, а почему это так происходит. Он отвечает за все. В доме, который построил шеф. Вот шеф построил этот дом. Дом – это не только клиника, не только это институт, а дом – это действительно… Это жизнь наша вся. Это был институт Амосова, где на маршрутках, которые ехали на Батыеву гору с улицы Федорова и с автовокзала, был написан институт Амосова. Это было написано при жизни, наверное, последние лет, лет 20. Это был, конечно, совершенно потрясающий. Тогда институт – это детище, дом, который построил Джек. Смог ли Амосов победить время? Собственную жизнь он продлил почти вдвое. Его мать и отец умерли в 50. Тысячи раз он преодолевал смерть. И верил – все возможно, если по-настоящему хотеть. Всем сердцем. Я всю жизнь свою сознательную исповедую биологическую сущность человека. Что человек – это просто животное с большим интеллектом. Что человек хочет, это определяется его биологическими потребностями. Вот мы и начинаем перечислять. Секс, собственность, командовать, делать свое дело, чтобы никто не мешал. И лишь совсем немного помогать ближнему. Вот так и получается, что поскольку человек живет и работает в обществе, вот если бы он копался на своем куске земли, то каждый делает столько, сколько хочешь, и не мешает другому. Но он же работает не на общей земле, и он же работает еще в основном на людей. И получается, что все совсем не совсем, совсем не так просто со свободой. Человек эгоистичен, эгоистичен. И свобода для него – это свобода выражать свое существо, которое, увы, эгоистично. Это сладкое слово «свобода». Сколько было мечтаний, сколько было зачарований у людей насчет этого. И так и по-прежнему остается всего лишь мечтой. Вот «свобода» в государстве, говорят, чтобы обеспечить каждому человеку возможность самовыражения. Тогда государство, общество получает максимум. Максимум отдачи, которая распределяется на всех, все будут счастливы. Свобода для себя – это делаю, что хочу. Делаю, что хочу. Ощущение, ощущение возможностей. Но вот тут-то собака и зарыта. А что хочу? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok